Теперь практически на всем транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на территории Ленинского округа, будет приниматься только безналичная оплата за проезд. Об этом нам рассказал начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципалитета Андрей Пальтов. Соответствующий законопроект был поддержан МОСУБЛДУМА и подписан Андрей Юрьевич Воробьев, нашим губернатором. Значит, эта мера касается муниципальных маршрутов, смежных и межрегиональных маршрутов и смежных межмуниципальных маршрутов. Планы по переходу оплаты в общественном транспорте на безналичный расчет губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил еще в начале года, во время визита в Ленинский городской округ, где, в числе прочего, проверил условия работы водителей автобусов. Мы полностью переходим на безналичную оплату. И, естественно, культура сложилась такая, что часто наличные были. Их путь тоже такой разный, извилистый наличных денег. Но в дальнейшем нужно понимать, что в Московской области налички практически не было. В Ленинском округе общественники и представители депутатского корпуса проводили рейды, цель которых – проверка работы терминалов оплаты проезда. Как правило, выявлялось немало случаев, когда водитель под предлогом того, что карта неисправна, требовал наличной оплаты. Сейчас проверили три автобуса. Из этих трех автобусов один был нерегулированным тарифом, два было с регулированным тарифом. Карта «Тройка» я попробовал проверить, а также проверили карту «Мир». Значит, карта «Мир» пробилась во всех трех автобусах, карта «Тройка» пробилась только в двух. Теперь весь общественный транспорт оборудован новыми терминалами без наличной оплаты, где можно расплатиться картами «Стрелка» и «Тройка», банковскими и социальными картами. А контроль за соблюдением правил ужесточится, причем не только в отношении водителей, но и пассажиров. Силами административно-пассажирской инспекции, силами Министерства транспорта, силами общественных организаций будет осуществляться контроль на данных маршрутах и проверка. Будут применены некоторые санкции в виде предупреждения штрафов на перевозчиков, на нерадивых жителей, которые оплачивают проезд таким образом. Исключением из общего правила станут только автобусные маршруты 10.19 и 10.20. Они работают по лицензии, выданной не в области, а в Москве. А значит, по крайней мере, пока на них новый закон не распространяется. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.